Друзья, всем привет! С вами Екатерина Голушева. Если вы хотите увидеть еще больше моих роликов, то после просмотра переходите в мое сообщество ВКонтакте. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Подписывайтесь и смотрите. Жду вас там. Неудобно. Мокро. Пахнет пьяным мужчиной. Ну-ка, так можно. Это нежный мусс. Но мне кажется, он скис. Мне там стало в моменте плохо, и я думала, что у меня случится припадок. Это как будто кот мой накакал. Всем привет! С вами Екатерина Голушева, А.К. Большой Азарт и Соня Слипи. Сегодня мы будем выбирать самую вкусную доставку правильного питания. Мы заказали по 4 блюд на день от разных фирм, и будем выбирать и сравнивать завтрак, обед, полдник и ужин. Оценивать по 10-балльной шкале. И в конце мы выберем самую вкусную доставку и посоветуем, что же лучше заказывать. 4 блюд, ты сказала. Ну, еще. 4 набора блюд. 4 блюд на один заказали. 4 блюд. Мы начнем с MyFood. Давайте оценим коробочку. Упаковочку. Дизайн. Минималистичный дизайн в хороших цветах. Черно-оранжевый. Очень прекрасно. Так, смотри, тут у нас получается омлет. Блюдо и виц. Так, я тоже беру завтрак. Это каша гречневая на молоке. Я очень, кстати, люблю гречневую кашу с молоком. Ну, смотри, я пробую так вот, и ты пробуешь, потом я пробую у тебя, ты у меня. Все, я хочу сказать, что пахнет очень вкусно. Вот прям очень вкусно, реально. Каша тоже вкусно пахнет. Я обычно сахар сыплюсь, но это же правильное питание. Вообще, омлета я ставлю 9 из 10. До десяточки чуть-чуть не хватает. Ну, потому что не соленая, безвкусная какая-то. Мне реально очень вкусно. Я ставлю кашу 10 из 10, потому что она реально вкусная. Вот, пробуем дальше. Теперь мы дальше пробуем завтрак от Level Kitchen. Я буду пробовать блинный пирог с облепихой. Честно, я не люблю облепиху, и я не знаю, понравится мне или нет. А я буду пробовать пшеничную кашу с миндалем. Мне кажется, опять у тебя вкуснее. А мне кажется, что мне будет невкусно, потому что выглядит как фарш. Но открывается это удобнее. Легче? Легче открывается. Хочешь разогреть, не забудь отогнуть уголок пленки. Я, кстати, круто, что здесь это написано, потому что я иногда вот эту вот еду готовую, либо какие-то там, знаете, эти хостерсы, всякую такую штуку, я не понимала, нужно там типа их открывать, или их нужно вот в этой штуке полностью ставить. Короче, я пробую. И оно у меня взорвалось. Полюбила блин пиху? Очень вкусно. Прям безумно вкусно. Это даже как будто не завтрак, это как будто десерт. Я пробую? Да, пробуй. Похоже чем-то на какао. Мне очень нравится. Это прям 11 из 10. Она не очень сладкая. Такая немножко безвкусная. Поэтому, я не знаю, 7, 8. 8. 8 из 10. Я каждый день хочу кушать такой у меня завтрак. 11. Дай попробовать уже, это очень вкусно, тебе понравится. Это блин? Ну, типа да, но это очень вкусно. Я как будто тортик поела. Да, это очень вкусно. Вообще, на вид каша очень страшная, и мне даже не хочется это пробовать. Это похоже на фарш и вот на блевочину моего кота. Реально я в это говорю. На вкус не так плохо, как на вид. На вкус не так плохо, и правда чувствуется какое-то какао. Ну, но невкусно, я бы не стала это есть на завтрак. Когда ты кушаешь завтрак, это должно быть настроение на весь день подниматься. Вот это вот только испортится. А хочу доесть. У тебя не хватит вот на это все потом. Хватит. Давай с упаковки начнет. Упаковка самая стремная из этих. Grow Food. Некрасиво, что тут вот штрих-код, еще какая-то история. На самом деле, вот Grow Food, я не могу даже это выговорить. Смотри, у тебя двойной. Тут с одной стороны омлет с кабачками, а с другой рисовая каша с бананом. Вот омлет с кабачками, ребят, извините, но я пробовать не буду. Я тоже, я ненавижу кабачки. У меня очень такая вот реально детская трава, у меня тоже нет кабачков. Так, открываем. А у меня нежный мусс со сливочным соусом и клубничным смузи. Честно, мне вообще не нравится. У меня вот такая вот. Это знаете, когда у меня сестра младшая делала слаймы? Вот она вот так вот в них пальцами. Короче, у меня не очень выглядит, если честно. Я хочу попробовать. Я, короче, беру вот это вот. На, стоп, похоже. И это. Все сразу мишанькой. Ты уверена, что так надо делать? Да я не знаю. Сою, мне кажется, ты испортила. Нет, мне кажется, вкусно будет. Ням-ням-ням. А что это такое вот белое вот это? Это нежный мусс. Мне кажется, он скис. Я, если что, предупреждаю, у меня очень высокий рвотный рефлекс. Я за себя не отвечаю. Я когда зубы чищу, у меня от это шнита. О чем буду говорить? О, вот эти комочки. Воняют просто. Она кислая какая-то. Это творог? Я думала, не. Ты что, куда-то от тебя таки? Я думаю, ну. Это у меня, это у Львовичина. Мне плохо. Кать! Кать! Это просто творог. Кислый. Я тоже воды хочу. Это ужасно. Как будто, знаешь, вот, когда ты проблевалась, у тебя привкус. Так, ребят, я ставлю этому ноль. Так, ладно, я пробую рисовую кашу, чтобы перебить вкус. Кабачки воняют. Ну, кто-то неплохо пахнет. Рисовую кашу я не очень люблю, потому что они мне напоминают буби, червяков. Знаете, когда ты ходишь в деревенский туалет у бабушки. Ну, она типа с банановым вкусом, она как будто, знаешь, детская пюрешка какая-то, детская каша. Ну, я бы не стала такой, если честно, по драму кушать. Я бы тоже не стала такой кушать, но для любителей рисовой каши вкусная каша. Да, будешь пробовать? Так, ну, мы все равно не можем не пробовать, поэтому у нас есть помощник на фоне, который съедает все оставшееся за нами. Герман! Герман! Он как раз-таки и оценит блюдо из кабачков. Неважно, любит он кабачки или нет. Мы позвали тебя только, чтобы ты попробовал кабачки. Так, кабачки. Это очень вкусно. Ты где? Это очень вкусно, безумно вкусно пахнет. Ты должен оценить. А почему это выглядит как запеканка, а не как кабачок? Делаем маленький кусочек. Потому что это омлет с кабачком. Очень вкусно. Вкусно? Угу. Какую оценку ставишь из 10? Прям. Ты прям-прям-прям 10. Мне очень нравится. Но я не буду пробовать, потому что говорю о кушке. Я тоже не люблю. Мне правда очень вкусно, 10 из 10 мне очень нравится. Можешь забрать. Да. Хочешь? Давай. Так, ну что, пробуем четвертую фирму. Ну, это вкус мил. От вкус вила. Вкус мил. Все логично в целом. Ну, упаковка, я скажу, самая обычная и некрасивая. Но тут очень круто то, что сразу видны калории, килокалории, белки. Жиры. Жиры и углеводы. У меня пшеная каша с медовой тыквой, семенами льда и курагой. Это все, что я не люблю. У меня омлет с томатами. Я люблю омлет. Тоже не люблю. Открывается отвратительно. Неудобно, мокро. Сразу видно. Что? Не очень. Но у меня как раз таки будет сравнение, потому что я уже ела омлет. Ела омлет с томатами до этого из MyFood. Сейчас пробуем из Вкус Мила. И попробуем, и оценим, что лучше. Вкусно. Очень вкусно. Она очень сладкая. Это правильное питание? Я попробую. Ты можешь только без помидоров взять. Она реально вкусная. Вкусный омлет. Ну, я тебе скажу то, что я люблю вот эту вот штучку. Курагу? Да. Я нет. Не то, что я люблю, я могу спокойно. Ну, если ты еще любишь курагу, и ты сейчас попробуешь, я уверена, что тебе она 10 из 10 понравится. Ну, вот эту я ставлю 10 из 10. Омлет я, кстати, попробовала без помидор, потому что я не люблю помидоры. Я ем помидоры только свежие и только там в салатах. Тебе не нравится? Очень приторно. Ну, она прям сладкая, да. Это, знаете, как будто каша... Ну, оцени для человека, который любит сладкое. Насчет каши я могу сказать, что это, знаете, как будто вот крупа со сгущёнкой, с мёдом, с сахаром. Короче, всё-всё сладкое, что есть, вот всё вот в этой каше, потому что очень сладко. Я ставлю 4. Не, я ставлю каши 8, омлету тоже 8. Мои 3 балла это только за курагу. Я могу сказать, что какое-то одно блюдо из завтраков с разных фирм мне понравилось. То есть нет такого, что что-то понравилось больше, что-то понравилось меньше. Ну, вот только где вот этот вот творог был кислый? Мой фаворит это, наверное, Level Kitchen и вкус Мил. Я предлагаю сейчас обед начать опять с Майфуда. Салат с горчичной заправкой. А у меня капустный салат с огурцом. То есть мы получается обедным просто салатом? Я люблю овощи, мне кажется, что это будет вкусненько. Ммм, нюм, 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 нюм. Капустка вкусная очень. Знаете, как вот эта квашеная капуста белая? Из этого салата вкусно только яйцо. Возможно, овощи сами по себе обычные, овощи как овощи, но за счёт этой заправки как раз таки так получилось, что заправка горчичная, и она была настолько горькая. В общем, попробуй, ты поймёшь. Я сейчас кушаю вообще прекрасно. Пробуй, я тоже хочу попробовать твою вкусную квашеную капусту. Ты всё перемешала. Капуста вообще зачёт. Вот такую капусту я очень люблю. Знаете, как будто бабушка делает квашеную капусту? Прям хорошо. Я ставлю вот этому 10, а этому 2. Из Майфуд я бы однозначно не выбирала вот эту с горчичной заправкой. Мне прямо стало в моменте плохо, и я думала, что у меня случится припадок. У нас лог с говядиной и лапшой, карри из белой рыбы, грибами из сыпчатой гречи. Гречка выглядит прикольно, но я боюсь вываливать, потому что мало ли там что-то не то. Я хочу сказать, что я не хочу это есть. Мне не понравилось. Я ставлю вот эту лапше 1, наверное. Это просто за то, что тут вообще что-то есть в этой коробке. За вкус ставлю норм. Мясо попробуем. Ну, на вид красивое. А ты будешь пробовать? Но она неплохая. Греча, да, вкусно. Я вообще не люблю вот такой вкус. Это вообще зашквар полный. Я даже не буду это проглатывать. А это что? Мясо. Ну, оно такое. Просто из-за того, что холодное уже все. Ты прожевала это мясо? Да. Катя, это пи***ец. Оно как будто коровы не зарезали. Знаешь что? Чтобы ты понимала, я сижу, я давлюсь этим мясом. И такая, ну если я скажу, что это будет невкусно, то реально люди уже подумают, что я придираюсь ко всему. Дальше мы переходим к моему нелюбимому. Это grow food. Grow food. Обед. О, я вижу там вкусненькое. А, нет, пошутила. Это овощная запеканка с курицей. А у меня паста фарфале с курицей, шпинатом и пармезаном. Я не люблю шпинат. У меня получается запеканка с курицей, с чем-то еще, с овощами. Это пюре. Это, не знаю, соус какой-то. Пахнет очень вкусно, но я наелась всей предыдущей едой. И меня сейчас воротит от любой еды. Мне тоже. Мне не хочется просто. Поэтому надо чуть-чуть пробовать. Я попробую макаронинку. Макароны не соленые, безвкусные. Слушайте, мне нравится, очень вкусно. И пюре вкусное. Но пюре не похоже на картофельное. Оно как будто гороховое. Запеканка куриная с овощами очень вкусная. Я ставлю 10. Я ставлю тоже 10, потому что вкусная курица, вкусный соус. Макароны не соленые, но если мы курицу туда в них вываливаем, получается паста, получается все сбалансировано. Мне прям понравилось. Это, наверное, пока что самый вкусный обед. Дальше мы будем пробовать обед из вкусмилом. Но на вид он не очень интересный. Даже страшновато как-то. О, боже мой! Прочитание я. Я не прочитала сначала. Суп из кабачков. О, мой бог! С вешенками и горохом маш. Я не люблю такие деликатесы. Это грибы! О, мой бог! Я, наверное, попробую картошку, потому что будет странно, если не попробую ничего. А вдруг это не картошка, а вдруг это кабачок? Ребят, мне плохо от этой еды всей. Я просто уже не могу. Но суп я ставлю 1 балл просто за то, что тут есть картошка. Но пахнет невкусно. Тут грибы. Я бы такое не съела, таким бы я не наелась. Ну, просто огрузка как огрузка, знаете, просто отварная, без соли, без всего. Ну, я не знаю, 4 из 10. А лапша не вкусная. Ну да, там 2 кусочка всего. Вообще, на самом деле, я не рекомендую есть лапшу. Это углеводы. Кушайте только белки. Блин, это все выкинется, да? Так жалко. Вообще не жалко. Большинство невкусно. Ребят, я уже очень сильно объелась. И когда я пробую, мне все кажется невкусным. Но ради вас мы все-таки закончим этот трип. Дальше мы переходим к полднику. К My Food. Слушай, у тебя там что-то вкусное. Картофельное пюре. Суфле из птицы и картофельное пюре. Почему тебе всегда достается вкуснее? У меня опять дрянь какая-то. Изделие кулинарное из мяса птицы. Пассанда. Сметана в сливочном соусе. И отварная барли. Барли. Я вообще не знаю таких слов. У тебя так аппетитно выглядит. Смотрите, как красиво. Я сразу скажу, что пахнет невкусно. У меня вкусно пахнет. Да. Но я люблю перловку. Я перловку смогу оценить. Очень вкусная перловка. Сейчас попробую мясо птицы. Очень вкусно. Прям вообще. Я бы такое с удовольствием ела каждый день. А что с тобой? Попробуй картошку. Мне уже страшно. Попробуй перловку очень вкусно. Я не люблю перловку. Либо она такая должна быть. Мне кажется, так не должно быть. Мне кажется, она тухлая. Она тухлая. Опять, знаете, ощущение во рту, как будто я только что блюванула. Вы нам привезли тухлую еду. Прикинь, мы сейчас отравимся и на целую неделю сляжем. Это май фуд. Да, это май фуд. Май фуд. Упаковка во. Тухлое пюре во. Просто суть в том, что по датам все супер. А по вкусу как будто ей неделя. Друзья, вы понимаете? Это ноль из десяти. Это приготовлено сегодня. А вкус пюре тухлый. Пюре протухшее. Ну вот это вкусненько, попробуй. Это реально вкусненько. Я бы такое ела каждый день. Ну и вот это сколько ты скажешь? Сколько ты скажешь? Я бы оставлю десять прям. А тому ноль. Да, тому ноль. Так, отлично. Эксперимент не удался. Мы пробуем дальше Level Kitchen. Опять вот эти вот спагетти, не спагетти. Жульен из птицы с цукини с зеленым горошком. А начиналось так красиво. Рыбные кулинарные изделия. Рыба на пару. Короче, я люблю все на пару. Я люблю Жульен, но я не люблю ни горошек, ни цукини. Цукини, это же опять какие-то эти кабачки. Ой, фу, как пахнет. Как будто кот насрал. Охренеть. Или это у тебя? Фу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. О мой бог. Я в шоке. Это как-будто кот мой накакал. Ну, я попробую. Мне очень интересно. Хоть пахнет не вкусно, но котлета вкусная. Вот это курица и соус очень вкусно. Ну, типа не очень. Ну, 8 из 10. А цукини я не буду есть. Попробуй котлетку. Получается курица? Да. Тоже вкусно. Котлетка вкусная. Ребят, я так объелась, что мне просто уже плохо от всего. Вы знаете, какой прикол у этого мяса? Ты только его ешь вкусно, а потом после... послевкусия какой-то. Я не заметила. В общем, вот этой котлетке я ставлю 9. 9 я поставила из-за того, что тут спагетти, они опять же невкусные. Вот этой курочке я ставлю 8, потому что послевкусия какой-то мне не приятно. Я тоже 8 поставила. Поэтому? Ну, мне не очень. Ну, 5. А знаешь, что вот мне интересно? Прикинь, вот человек, который заказывает реально себе на каждый день еду, ему приходит вот эта вот пюрешка, и все, получается, человек без обеда остается. Ладно, дальше у нас Гроуфуд. Ух ты, тут винегретик. А у меня смузи-болл с ежевикой. Это обед такой? Это полдник, зай. Так, что могу сказать про винегрет? Винегрет довольно вкусный, но он обычный. То есть я и повкуснее ела. Но я ставлю 9. Я даже не знаю, сколько ставить. Я просто не понимаю, вкусно это или нет. Так, дальше мы с тобой пробуем полдник от Вкус Мила. Опять творог. А у меня штрудель с капустой, соусом васаби и сметаной. Ну, кстати, ребят, нифига себе полдник. 392 килокалории. Слушайте, такой прям нормальный пирог. И мне кажется, можно прям объесться. Я очень надеюсь, что он будет сейчас вкусным. Это невкусно. Это не сладко. Я не хочу это глотать. Ну, не знаю, это говно какое-то. Я уже не могу просто. Штрудель вкусный. Ну, типа, пирог как пирог. И даже не сказать, что это какое-то правильное питание. Я ставлю 10. Я бы этим прям наелась. И я была бы очень рада, если бы у меня был такой полдник. Мы переходим на финалочку. И сейчас посмотрим, что нам предлагает MyFood на ужин. Но я вижу то, что это не ужин, это десерт. Вот это да, кстати. Ужин, значит, у нас сладкий. Выглядит симпатично, пахнет тоже. Выглядит очень красиво. И у тебя, и у меня. Пробуем. Ноль. Мне теперь страшно. Я в шоке. Я думала, что будет вкусным. А у меня вкусно. Десять. Я не знаю, я просто, может, MyFood думает, что ужин это десерт. Посмотрим, что нам предлагает Level Kitchen на ужин. Салат с ветчиной и зинтейки и яйцом. Ну, класс. Салат свекольный с орехами и чесноком. Ты, кстати, любишь такое. Я люблю такое, но сейчас на мне куда чеснок. Ребят, там чеснок. Не хочу сейчас чеснок есть. Обычная свекла. Вкусная. Прикольный соус, если все это замешать. Поставлю 9 из 10, потому что тут изюм. Я не понимаю вообще, зачем его присутствие здесь. Типа украшение, но выглядит некрасиво. Я ставлю этому салатику 7, потому что это самый обычный салат. Мог бы быть повкуснее. Но, возможно, если бы я смешала с этим соусом, было бы 10. Level Kitchen лайк за ужин. Дальше смотрим Grow Food. Наш всеми любимый Grow Food. Ой, мамочки мои. Запеченная курица с соусом по-грузински. Говядина в ржаном соусе. И палента с фасолью. Что такое палента? Не знаю. Бядя, эти стручки. Я не хочу это пробовать. Почему? Потому что я такое не люблю. Я пробую. Вот я лучше твою курицу вкусно... Ой, невкусно пахнущую попробую. Это тоже привкус. Фу. Когда-нибудь чувствовали запах мега вонючих носков? Кстати, да. Вкусное мясо. Во вкусном соусе попробую. Не хочу. Ну надо. Ну выглядит так вообще некрасиво. Да это кусочек говядины, Алеша. Как будто кошачья еда. Ты со своим котом уже, я не могу. Ааа! У меня салат с куском индейки и томатами. Так и написано... Ой, с куском. С кускусом. У тебя написано. Я не люблю кускус. Просто этот вкус мил очень плохо открывается. Кстати, вкус мил очень плохо открывается. Вот прям за это можно уже снижать балл. Пахнет пьяным мужчиной. Ну-ка, да, понюхаю. Я пробую кускус. Фууу. Очень плохо. Я не буду, я не смогу просто. Пробуй. Это пахнет вкусно очень. Я ставлю... Два балла. Кускус невкусный. А курица тоже какая-то невкусная. Один балл. Я, кстати, первый раз за все блюда, что были, я встретила вареную невкусную курицу. Слушайте, салат как салат. Отставлю ноль баллов. Все, что мы сегодня ели, большинство невкусно, ребят. Готовьте дома. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что у каждой фирмы были свои вкусные блюда. То есть где-то были вкусные, где-то невкусные. Но больше всего нам понравился Level Kitchen. Мы будем заканчивать наш ролик. Пишите в комментариях, что хотите, чтобы я еще попробовала. Что хотите, чтобы мы сравнили вместе с Соней. Хотите, чтобы вообще еще Соня присутствовала в моих роликах или убрать ее вообще отсюда. Все. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. И ждите следующие ролики. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...